Еще на первом курсе мне посоветовали завести LinkedIn, хотя он у меня уже был, потому что в какой-то мере это онлайн-резюме, где люди могут посмотреть твой профиль, изучить тебя с профессиональной точки зрения, чтобы предложить тебе работу, предложить тебе бизнес, предложить тебе идеи. И в скором времени я окончу университет, осталось буквально несколько месяцев, и это стало основной причиной для развития этой соцсети, ну точнее развития своего профиля в этой соцсети, чтобы как минимум просто найти себе работу. Я думал, ну так, будут связи и буду сам подавать, подаваться в разные фирмы, и через общие связи проще будет найти работу. Но теперь-то мне уже само приходят предложения о работе в разных странах. Так вот, LinkedIn я начал развивать последние несколько месяцев, и уже на момент, когда у меня было порядка 500 контактов в нем, мне начали приходить предложения о работе. То есть, представьте, вы просто сидите в социальной сети, изучаете людей, изучаете интересные статьи в вашей сфере деятельности, а вам еще приходят предложения о работе, причем предложения очень и очень крутые. Например, не столь давно, у меня было порядка тысячи связей, мне пришло предложение о работе на британское правительство. К сожалению, я не смог принять это предложение, потому что оно мне не подходило в данный момент. Ну, согласитесь, это очень круто, когда студенту предлагают работу в правительстве по его специальности. В большинстве соцсетей мои контакты – это просто друзья из детства, знакомые, одноклассники, друзья из университета, и люди, с которыми я просто когда-то виделся на каких-то непонятных мероприятиях. И по итогу нас чаще всего мало что объединяет в плане интересов. То есть, да, мы вместе учились, мы, возможно, давно знакомы, но обычно у нас разные сферы деятельности, сферы интересов. А вот на LinkedIn я формирую свою сеть так, что в ней в основном люди из Data Science, программисты, прочие личности, которые лично мне интересны. Сейчас у меня уже порядка двух тысячи связей, я постоянно вижу людей, с которыми у меня порядка пятиста общих связей, что, по-моему, очень и очень много. Например, на том же Facebook у меня максимум было порядка ста, и меня это в тот момент удивляло. Сейчас у меня там 500-600 общих связей. Я понимаю, что я в этой сфере. И это очень круто. Есть ещё один момент, который меня безумно вдохновляет от сети. Возможность связаться с людьми, которые делают продукты, которыми я пользуюсь на ежедневной основе, или которые я просто люблю. Например, недавно я начал общаться с людьми, которые создавали игру Ведьмак, которую я очень сильно люблю. Гейм-дизайнеры, программисты, просто продюсеры. Это настолько интересные люди, которые делают великолепные продукты, с которыми тоже хочется поработать. Ещё эта соцсеть меня очень сильно вдохновляет. Когда я нахожусь в ней, я читаю статьи, и мне хочется самому начать писать статьи, или хотя бы просто заметки, и я это уже делаю потихоньку. Во-первых, это отличная практика языка. Во-вторых, когда ты рассказываешь что-то другим людям, то у тебя в голове это лучше стематизируется. В-третьих, у тебя есть заметки в сети. А у тебя есть статьи, которыми ты можешь поделиться, которые укрепляют твой статус в интернете, если можно так выразиться. Если вы студент, как и я, скоро заканчиваете, или ещё не скоро, или вы просто ищите работу в какой-то профессиональной сфере деятельности, я очень советую завести LinkedIn. LinkedIn, даже если вы живёте в России. И плевать на собаку из Роскомнадзора, VPN наше всё. Дерзайте, удачи. Не нравится мне. Точнее, куски-то есть, годные, из которых можешь оставить всё, да? Но... Ну ладно, лучше сделано, чем не сделано.